Изменения в российском пенсионном законодательстве Госдума может утвердить уже предстоящей осенью. Напомню, законопроект был внесён правительством в минувшую субботу. И сейчас готовится его активное обсуждение, в том числе с участием регионов. О позициях Кабмина и парламента в преддверии решающих дискуссий о том, что эти дискуссии могут изменить. Денис Давыдов. Изменения в отечественной пенсионной системе — инициатива правительства. За судьбой законопроекта кабинет следит внимательно. Вот и встречу с вице-премьерами Дмитрий Медведев начал с объявления. Документ уже направлен в Госдуму. Все профильные министры, вице-премьеры должны активно взаимодействовать с нашими коллегами из парламента, проводить консультации, разъяснять позицию правительства по этим вопросам. Но исходя из того, что основная цель этих изменений заключается прежде всего в том, чтобы повысить пенсии и соответствующим образом реформировать пенсионную систему. Эти внушительные стопки документов — не что иное, как пояснительные записки с подробным обоснованием, почему назрели перемены. Пенсионный возраст увеличен во всем постсоветском пространстве, кроме России и Узбекистана. На необходимые меры Европа давно пошла. Шаги, которые всем приходится делать из-за демографической ситуации. Количество пенсионеров по отношению к числу работающих существенно растет. И в обозримом будущем может выйти на уровень один на один. Если параметры пенсионной системы сохранятся в нынешнем виде, произойдет сокращение пенсии. К 26-му году пенсии сократятся на треть. Возможности индексации исчезнут. К слову, действующие сегодня нормы пенсионного возраста начали формироваться 80 лет назад, когда средняя продолжительность жизни держалась на уровне 43 лет. Сейчас 73 и дальше будет расти. Увеличение трудоспособного возраста произойдет не одномоментно. Предусмотрен плавный переход. Чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034. В случае принятия этих законов уже в течение следующего года пенсии будут увеличены примерно на 1 тысячу рублей в месяц. То есть совокупная пенсия по итогам года увеличится на 12 тысяч рублей. Уровень пенсионного обеспечения в стране должен существенно измениться. К тому же Россия намерена ратифицировать одну из ключевых конвенций Международной организации труда и рассчитывать выплаты уходящим на пенсию вскоре будут по международным нормам. Коэффициент замещения, так называемый, или сумма пенсии, которую получает человек, уходя на заслуженный отдых, должна быть не менее 40% утраченного заработка. Инициированные правительством изменения могут затронуть не только пенсионную систему. Не исключено появление целого ряда дополнительных норм. Например, законодательно защищающих людей предпенсионного возраста. Ведь работодатели не всегда жалуют возрастных сотрудников. Из 18 миллионов людей 12 работают в пенсионном возрасте. Но они как работают? На птичьих условиях. Им говорят, да мы вас сейчас уберем, мы вам чуть ли не одолжение тут делаем. Разве это правильно? Нужно сегодня и защитить пожилых людей, и дать понятные гарантии молодым людям, которые приходят. Медицина, образование, наука, масса сфер, где возраст — это бесценный опыт. Вы любых врачей возьмите. Мало, редко кто уходил на пенсию. Я таких даже не вспомню, что кто-то ушел на пенсию в декретированные сроки. Он полезный, он толковый, он носитель опыта. Уже сегодня законопроект был направлен для обсуждения в регионы. С ним будут знакомиться депутаты местных парламентов. Кроме того, в Госдуме планируют подключить к диалогу представителей общественных организаций, в том числе профсоюзов. Как заявили на охотном ряду, первое чтение по законопроекту состоится через месяц. После всех обсуждений принять документ депутаты могут в осеннюю сессию. Денис Давыдов, Екатерина Галкина, Денис Безлаковский, Владимир Озеров и Ирина Харламова. Вести.